Наталья Чернышева Наталья Чернышева Наталья Чернышева Наталья Чернышева Наталья Чернышева Наталья Чернышев 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 не получают и никоим образом не могут защитить свои права. И существует средняя заработная плата, так называемая усредненная, состоящая из белой и черной заработной платы. Когда работник получает заработную плату частично из той суммы, которая указана в трудовом договоре, он официально, из нее оплачиваются все платежи в пенсионный страховой фонд и часть заработной платы получается им так называемом конверте. У нас в Алтайском крае, увы, ситуация с серой заработной платой обстоит так, что почти 70% предприятий именно по такой форме и платят своим работникам заработную плату. То есть это работодателям выгодно потому, что они могут экономить на налоговых отчислениях. Но выгодно ли это сотруднику? И почему люди соглашаются на такие условия? Цвет зарплаты определяет непосредственно сам работодатель. Работник, выходя на работу, иногда и не может до конца понять, какую все-таки заработную плату он будет получать. Допустим, работодатели обманным путем говорят, что сейчас вы выходите, пока испытательный срок, вы получать будете меньше, потом вы будете получать официальную заработную плату. Но, как показывает практика, увы, это определенный обманный ход, работнику потом уже лень увольняться, он привык к такой степени заработной платы и тому подобное. Кроме того, есть такие мнимые выгоды, которые работник для себя видит. Первое, чаще всего работодатель ставит стоимость работ, заработную плату выше, чем средняя, допустим, у нас в Алтайском крае. Не отчисляются налоговые платежи, не отчисляются пенсионные какие-то вычеты. И работник изначально думает, что это ему выгодно. Он тем самым будто увеличивает себе объем заработной платы. Но со временем выясняется, что это чревато. Притом работники не задумываются о том, что, во-первых, это для них чревато и определенными наказаниями. Поскольку налоговый кодекс предусматривает штрафные санкции при обнаружении, что работник знал о том, что он получает оплату труда частично в конверте. То есть даже могут говорить о сговоре налоговые органы, если будут проверять. Кроме того, с чем сталкивается работник, когда появляется чувство возмущения? Когда мы все люди и работники у нас могут заболеть, и все оплаты, которые совершает работодатель, они будут исходить из той, которая официально значится в договоре трудовом. И, допустим, работник у нас получает официально 10 тысяч рублей, на руки он получает неофициально плюс еще 30 тысяч рублей и рассчитывает на то, что ему больничный лист будет оплачиваться из размера 40 тысяч рублей. Но это не так. Он будет получать все начисления, исходя из суммы 10 тысяч рублей. И с отпускными, наверное, точно такая же история. Да, и с отпускными, и при увольнении. Мало того, сейчас у нас идет такой спектр, как сокращение. И работники имеют право на льготные выплаты, которые являются среднемесячный заработок за два месяца. И они тоже исчисляются из той заработной платы, которая указана официально. Отпускные, больничные, и мало того, многие люди не задумываются о формировании пенсии. Соответственно, у нас пенсионный фонд и страховые взносы, и все налоги, они оплачиваются непосредственно с так называемой белой заработной платы. А еще хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день ведь у нас ипотеки, которые берутся работниками, их же тоже почти невозможно взять, если у тебя официальная заработная плата, допустим, 5-7 тысяч, ты никоим образом не можешь обеспечить тебя в будущем гарантированно жильем. То есть ты не можешь подтвердить свою платежеспособность? Нет, никаким образом. То есть на самом деле на сегодняшний день работодатели идут на это и показывают в официальных справках ту заработную плату, которую они оплачивают, которая состоит у нас из белой и черной. Но это в дальнейшем может ведь являться подтверждением их нарушений, и они могут быть привлечены налоговыми органами. То есть уголовной ответственности привлекается не только сотрудник, но и работодатель? Сотрудник у нас привлекается даже больше к штрафным санкциям. Уголовная ответственность как раз это прерогатива работодателя, это юридическое лицо, оно несет более тяжелые последствия. И работник у нас не заботится изначально о том, чтобы определенным образом себя подстраховать. Наступают рано или поздно такие периоды, когда работник хочет защитить свои права. Ну допустим, ему надоело получать больничные, исходя из белой заработной платы. Либо он увольняется и получает при увольнении, соответственно, такие же выплаты. А еще хотелось бы затронуть такой вопрос, что, допустим, если женщина уходит у нас в декретный отпуск, она уходит у нас на больничный, это где-то 140 дней. И если ее заработная плата составляла, допустим, официально 10 тысяч рублей, то у нее получается и выплата будет больничного всего 40 тысяч рублей. А то если бы она получала официально 30 тысяч рублей, то она бы получила около 100 с чем-то тысяч. То есть разница колоссальная. И вот когда у нас сталкивается работник с тем, что он зависим от работодателя, а у нас работодатели еще очень часто практикуют, как так называемый шантаж. То есть если ты не остаешься вечером, допоздна работать, не выходишь в выходные, не работаешь полную силу, ты не получишь эту зарплату, конечно. И соответственно нет той же самой стабильности, нет опоры. И работник сам, входя в эти правоотношения, рано или поздно начинает страдать от них. Как защитить свои права, куда обращаться работникам, если они все-таки решились на это? Очень часто работодатели сами говорят работникам о том, что ты ничего не докажешь. И на самом деле очень сложно доказать свою правоту, доказать, что твои права нарушены. Но выход есть. Первое, что я посоветовала бы работникам, если вы решили идти до конца и доказать правду, подстрахуйте себя, соберите определенный пакет документов. Поскольку в любом случае работодатель либо перечисляет вам данные денежные суммы на карту, соответственно вы можете взять выписку по лицевому счету и показать, что ежемесячно в определенное время вам поступали одни и те же суммы. Далее, возможно вы расписываетесь в каких-то расходно-кассовых ордерах. Соответственно работодатели очень часто вуалируют выдачу заработной платы якобы тем, что они выдают работникам под отчет денежные средства и тому подобное. То есть работник имеет право как сфотографировать, как отсканировать, как отксерокопировать, так и взять вообще оригинал себе на руки данных документов. Кроме того, работодатели именно этим и пользуются. Они считают, что невозможно будет работнику это доказать. На самом деле это не так. У нас существует ряд органов, которые направлены и нацелены на защиту прав. Первое, это инспекция трудовая, которая может проводить, у нее огромный круг полномочий, она может запрашивать различные документы. Это прокуратура, это налоговый орган, что иногда удивляет работников, они не могут понять, как налоговый орган может проверить работодателя. Но у него тоже просто огромный спектр именно полномочий и инструменты. То есть органы государственной власти здесь могут помочь. Но есть последний у меня вопрос к вам, очень короткий. Насколько успешна практика судебная по таким делам? Судебная практика, не могу назвать ее успешной, потому что работники очень часто обращаются в суд с исковым заявлением о защите своих прав, когда уже накипело, когда они не подстраховались, когда они не собрали пакет документов. Соответственно, что я предлагаю все-таки сделать работникам, это изначально обратиться все-таки во властные органы, которые смогут им и поспособствовать в сборе документации, а затем только уже обращаться в суд. Либо сопровождать данные обращения и туда, и туда, поскольку работник может в свободной форме написать несколько заявлений во все эти структуры. Они объединятся и выстроят общую политику защиты. И тем самым себя подстраховать. Конечно. Ну что ж, Наталья, спасибо. Спасибо за ваши ответы. Пожалуйста. Спасибо за то, что нам все так подробно рассказали. Ну что ж, о том, что такая серая заработная плата и что делать сотрудникам, которые хотят отстоять свои права. Об этом мы сегодня говорили с руководителем Центра правовой помощи и равновесия Натальей Чернышовой. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова